Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «Заперикла» в партии на 10 человек. Если вы смотрите его не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите её в описании. Ведь всегда интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра! Самое время для Стоунхэнджа. Я ждал комментарий. Стоунхэнджа. Не понял, инженеры строят эти пусковые шахты? Да. Стоунхэнджа. Вот у меня селитра была. Опять его каким-то образом я её не увидел. Играет музыка. Продолжение следует... 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 тоталитаризм смысле фашизма тоталитаризм джек даже танкиста подвел посмотреть когда там взрыв планируется я вот только не понимаю почему я вижу то что у вас там а у меня тут караван бегает ясно ты понимаешь он нам убьют все это досмотрел что бонус не понял все кстати поляк если ты хочешь открытые границы с городами и государствами не взять на их союзниками сделать можно тоталитаризм открытий там есть карточка через пять ходов только был уж недавно через три такими темпами я всех ядерками вокруг себя закидаю ради развлечения вот-вот ну да через пять ходов даже я смогу ядерку кинуть у меня сейчас просто во всех городах ядерки поставил и друг дружку будем кидать ядерки е 6 и только персия строят биг бэн высокая цель для ядерки специально это просто он показывает наши отношения с его отношения к нам какой радиус поражение от этого ядерки миссию накидает на на дальность 12 вроде клеток на я даже захочу не до киндастых городов какой корабль несет подлога это она ты ответил на свой вопрос вопросе на только там на подлодками все на ракетный крейсер какими фамилисами в других и в в в в в в в в Продолжение следует... А мне вот интересно, если сбросить ядерку на то место, где есть ядерка? Она не исчезнет. Тут ядерки не уничтожаются. Никак. Они в суперпозиции. Они всегда. Они как ресурс. О, вот это бабаха упала. Я вижу, как она летит. Блин, а я пропустил с момента. Ты бы предупредил. А вот дуба рядом вертолет один. Ну, у него танчики тут есть. Кстати, Горго, а ты не хочешь попробовать иначе Светлана захватить? Джек. Я думаю, я не успею. Почему? У тебя танк стоит. Не, а такой пока у меня все зависит. Да не, он пока до сих пор только один проект сделал. То есть, нам еще тут сидеть полчаса-час, сто часов. Смысленный проект. Ну, прямой. Ну, из-за страсти. Уже два, уже третий доделается. Нет, в третьем разделе есть три проекта. Он здесь только один из них строит, а вторые два еще даже не следует. Да, но у него великий человек есть. Ты забываешь. Но он откроет и сразу все улетел. Что, только одна ядерка у Польши был? Ну, так захватить Тимычетлан, а второй город сжечь. Нормально. Крестовый поход надо объявлять. С одной пусковой шахтой можно скинуть только одну ядерку. Нет, сколько угодно. Нет, сколько угодно. Хоть все. Нет, скоро будет ядерный апокалипсис. То есть, для примера, я бросаю сейчас на Грека пять ядерок. У него отдыхает пять городов, но у него при этом остаются его ядерки, и он у меня в ответ их бросает, да? Ну, надо города захватывать его при этом. Уничтожай его армию, проводи свои танки к городам и захватывай. Город захватил, ну, вот там у него шахта, например, находится на территории города. Если ты захватил город, все. Более того, они там даже перестают работать, если ты город в осаду берешь. Не обязательно даже его захватывать. Они не работают. Там будет написано, что, типа, невозможно использовать. Ну, все. У меня плюс два счастья во всех городах. Я дожил до этого дня. Поздравляшки. Немного поздновато, правда. Не, в самый раз. Немного поздновато, правда. Ну, что там город-то, когда будет, блядь? Есть только иммигрантами его захватывать изнутри. Больше там никого нет. Получается, одна поляка, ни одна ядерка не прилетела. Видимо, так, что ли? Видимо, нету. А кто-то, а кто-то должен был кидать на поляка что-то? Просто я видел, что пусковая шахта-то есть. А ядерки-то нету. Ну, я не расстроен, если честно. Вы начали ходить? Я ходить начинает тупо замену до конца таймера. Я нормально хожу. Да, я тоже. У меня так сильно ровно, это с компьютером, верно, связано. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А, теперь, Джек, ты мне объявляешь войну? Теперь от Ацтека полетели. Что? Теперь бомбы на поля, когда от Ацтека полетели. Так мне и так австралиец уже бомбит меня. Австралиец, готов с тобой мир заключить и буду кидать все на Джека. Загланится. Джек, ты счастлив, да? Субтитры сделал DimaTorzok Вот так Падает все ко мне Только как связано с миром пусковая шахта. Прям на генерале. Так она... Это вообще моя самая первая пусковая шахта? Она там была? Да, это моя самая первая пусковая шахта. А, стоп, да, она там была. А почему она в таких границах? Хотя города давно нет. Ну, видимо, потому что это граница Олимпии. Вот это неожиданно. Я так не планировал. Как все чудеса строят. Я в местной Швейцарии. Так он же еще выиграет ходов через 50 к утру. Да не, не, что я говорю. Я в местной Швейцарии. Говорят, Швейцарии есть деньги. Можно немного мне? Есть. 348 вход. Ух ты. Да ты можешь спонсировать мировую войну просто. А я и спонсирую. Стараюсь, по крайней мере. А где моя доля? А ты в клуб от вложил? Конечно, в виде урана. А, это же австолица, точно. Держи, за ура. А ты уже забрал, да, столицу себе. О, спасибо. Вот если бы ты ее не забрал, ты бы ливал. Так у тебя же ученые есть. Те не надо строить, по сути. Те надо просто держать столицу и поражать два раза. Там даже не надо столицу держать. Построить где-то космопорт наиболее больше. Космопорт. Там смысл в том, что вот эта вся постройка, она типа... А у него не один космопорт. Теперь один. Ну, один. Он и нужен один всего. Да, но он должен быть. Надо удержать город с ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у тебя ученые же есть. То есть, один ты проект построил, ну, или пачки построил, там чуть-чуть осталось. Ну, если тебе бесполезно, то всем остальным тогда вообще себе что тут делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Фиг знает Да что я не пойму У меня тоже На всех моих шахтах Оружие недоступно И если еще Ну В одном городе там где Кидает грек понятно Почему в Афинах недоступно А ты уже кидал в этот ход? Нет я не могу У меня на всех шахтах Оружие недоступно И в прошлом ходу так было Более того у меня На одной шахте показывает Что у меня 4 бомбы На одной шахте что одна бомба У меня кстати тоже пишет Что у тебя 4 бомбы Что очень странно Эта вот шахта Которая в Афинах Да И я из нее не могу ничего кинуть Даже мне написано Что твое оружие Мне недоступно Неожиданно Если на шахту нанести Может игра считает Что это не мои шахты Эта шахта могла быть В разрушенном городе Клетка принадлежать Нет Эта шахта поставлена Уже после того Как город был разрушен Да и тот город Ну Как бы эта клетка Тому городу Никогда не принадлежала Клетка я даже не знаю где мне хотя зеркал чем практически сбить нельзя да не а там там с каким-то маленьким шансом зенитка может лечить да да там приличные шансы не то чтобы маленький но она проблема в том что она может сбить только на соседней клетке то есть в городе как бы есть шесть клеток куда можно кинуть ядерку соответственно их все надо прикрыть эту атомку а ядерку уже почти нереально потому что у меня дверь подкинула что-то хрень не могу кинуть ядерку да а то что я тут уже который ход говоришь и не могу кинуть ядерку откуда ты не можешь кинуть со стальгольма ну может видимо считается когда чужие юниты может в границах типа все кинул ну найс а что ты сделал расскажи не нифига у меня просто оружие недоступно написано и все на одной написано одна ядерка надо на одной ноль ядерок ну и атома к другую тебя 55 ядер отлично хотел от нас я начали сбросить атом ядерку делать вертолеты чтобы сдохли все мне да я в общем-то даже от стык нервнич не догнал суммарно смотри играет ему сейчас может подбежать афина так раз и набрать я соблюдаю договоренность на уют в по написано в описании что защищает от ядерных ударов на расстоянии одной клетки читам грики скоро улетаешь читал это было запуска все у меня-то нет ученых да непонятно нифига пойди догадайся почему она не работает блин столько ядерок уже накопилось можно локальный апокалипсис устроить интересно мне кстати в одной шахте тоже пишут оружие недоступно с другой я могу странно ну ты в чем различие между этими шахтами вот у меня две шахты которые прямо на границе раньше твои были вот но и как бы доступно другой нет вообще не знаю чем разница может недоступно в той в том городе который разрушен но вот около брисбана я вижу одна вторая где а выше которая да так в какой доступно в какой нет нижней доступно верхней нет ну может потому что около верхней есть загрязненная территория может вообще не знаю с чем связан пробую рабочего пить с другой стороны у меня вот эта шахта в афинах в которой 5 ядерных вон там рядом с ней не было никакой загрязненной территории тем не менее силы не работала вообще странно что мне это пишет в первую очередь вопрос вызывает я предлагаю определить победители потому что время же работа или отпускаете меня ну вон осталось австралийцу запустить реакторный модуль и ну уходите давайте доиграем мне интересно посмотреть концовку там графики взяли символика давай пока пока почему мне на этом на ракетном крейсере не к или спасибо чего на ракетном крейсере нет ядерки почему по-моему ракетный крейсер не запускает ядерки терская подводную лодку у нас осталось мало а кстати мне вот мама секунда там где мне оружие недоступно где другое оружие доступно потому что скорее всего это загрязнение это всякая такая фигня ну да мы это обсуждали уже но в итоге ну блин у меня в афинах тоже было не загрязненное вообще-то этом поставил отдельно шахту тем не менее нифига не мог использовать а ты ни разу и не воспользовался не я только один раз на тебя скинул и все но из этой шахты нет из той шахты вот из самой первой который договорил ну посыпались предложение от компов пачками вот теперь у меня на этом ходу все оружие недоступно почему ну я общите шахты разграбил все не должно там быть доступно ты мне все разграбил ну стокгольм и миккена я раньше теперь все нет где еще под торонто короче я завиду то что ты разграбил мне разушатку получать в менталки башка чего я завид помните эти скала что не все шахты а ты нашел вот около стокгольма еще одну разграбил последнюю да ну вот в этот момент я бросал ядерную бомбу не успел да ну и в итоге я завис ну выходи заходи . может на следующий ход пройдет до четверт я вот не по опять джек нафига ты опять мне войну объявил лидер ацтека и австралиец нет тебе надо со мной повоевать лежа у меня был город ацтека и что я не напал на него сбросил на него три ядерные бомбы захватил его столицу дружок ему один город как бы он не улетит никуда ну так австралиец еще с которым я воюю как бы я подумал то что сейчас я тебя заберу три города и вот к нос еще хотел забрать себе как бы чтобы ты на меня ничего не скинул и после этого спокойно самому улететь у меня блин какой-то дежавю прям прошлой игры то же самое было я подумал я сейчас заберу у тебя все и один в один нет подожди а в этом плане кто должен был меня остановить ну вот именно то есть я как бы и думал о том что вы там с ацтеком значит я с австралийцем воюю то есть это настолько по-моему логично просто у меня не было никаких сомнений нет оказывается с другой стороны еще почему-то на меня нападает спарта у нас грязи не оказывается само проходят да да вот и Продолжение следует... 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 идет хода на сколько осталось у меня не дисконекта нет ничего прошло загрязнение в джилонге теперь я могу ядерки кидать из шахты ну не знаю мне в классе прошло загрязнение но тем не менее обоих шахтах недоступно может в каком-то радиусе должно загрязнение пройти чё делать про за группа полы группа про так закрыть занять кстати странно что я вообще смог глобализацию открыть скульптуры 80 входов вообще нелогично не припомню такого я потому и отправлял внутренние пути потому что я был уверен что я не открою а потом я пять ходов по одному ходу открывал культурный кейс стоимостью полторы тысячи культур а 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 Еще прикольно, что у меня люди в городах, на которые упала ядерная бомба, более счастливы, чем те, на которых нет. Просто потому, что несчастье же идет, ну, по тем городам, которые самые населенные, они там несчастные, а эти в ядерном угаре норм. Плюс 4 довольства в эритрии. Они, наверное, после ядерного удара рады, что остались живы, уже ничего не страшного, можно проснуть. Ну, что там у тебя последняя деталька, сколько ходов? Это я еще камень собрал. Да, давайте, заканчивайте ход. Давайте, три хода уже закончим и побыстрее. Я присоединяюсь уже. Да, он еще три хода будет ходить, не волнуйся, присоединишься. Не, ну, если мы будем заканчивать, можно нажимать общий shift enter. У тебя уже компьютер Монсен Мишель построил. Сейчас он еще Христа достроит, статуи, будет вообще замечательно. Кстати, а я там пока культурой случайно не побеждаю. А, нет, хрена. Даже близко нет. Да. Ну, вот я в лобе, нажал готово, но почему-то не грузится. Да потому что ты нажал готово прям в момент, когда ход заканчивался. Можешь отжать готовность? Отжал, нажал заново, нифига. Выйди, пожалуйста, вообще. Выйди, смоги, да. О, найс, сейчас, подожди, сейчас ход начнется. Правительство Персии сменилось на монархию. Ты рад? Учитывая, что был с ума не сжить. Все логично. Ну, наверное, заходи. Захожу. Интересно, с чего компьютер решил монархию включить? Давайте протестим ядерные удары куда-нибудь в море. Давай, давай, зайдем. Да попольше, шараш. Интересно, что он сделал? Что у меня доход упал более чем в два раза. Ты вошел уже? Да вот зашел. А кто-нибудь сможет на меня ядерку сбросить? Я могу, кстати. Ну, именно в Канберу. Зачем тебе в Канберу? Ускориться, типа? Проверить. Ну, оно, если что, ускорится. А если не ускорится, у меня там на каждой клетке по... ЗРК стоит. Ну, если у тебя два хода осталось сейчас, то оно не ускорится тебе. Надо будет один ход отремонтировать космопорт, а потом один ход... То есть ты хочешь, я тебе кинул, а там, кой ты думаешь, перехватит или нет? Ну да, ну просто проверить. Я не знаю, куда кидать, в какую клетку. Да, да, как бы, да. Давай, может, я только не на космопорт так кинул. Нет, ну смотри, у меня стоят ЗРК именно в самой Канбере и на всех клетках вокруг нее. Ну, кроме водной клетки. Ну, так давай я в саму Канберу кину. А, да, вот давай. Блин, ну это какие-то глюки все. И вот у меня теперь написано «Возможен ядерный удар». Я нажимаю на эту иконку, но нифига не происходит. Ну это вот, у меня был такой же глюк с ядерками. И ты много раз, много раз жмякал, много раз жмякал, а потом получилось, да? Ну да, когда мне на поселевство его улетело случайно. Я просто уже все места пытался, я сбросил. Блин, что-то тест не удался. Ну сейчас еще этим ходом попробую. Субтитры делал DimaTorzok О, сейчас кину. Давай. Готов. Кстати, мне в Канбере показывают, что там стоит мобильный ЗРК. Хрен там. Просто все убил. Ну вот о чем и речи. Ммм, анархия. А, кстати, а мне показывают, что он стреляет по ракете. Вот анимация. Он стреляет, да, то есть. Да, видел. Так может какая-то, какой-то процент, ну там знаешь, типа там 50 на 50 может быть. Ну, наверное. Ну, можем еще на одном. Ты можешь еще одну кинуть? В G-Long. Ну, мне их тут всего три, как бы, но. Блин, я хотел на Грека покидать, честно говоря. Вот смотри, я хотел сейчас сбросить ядерку, но у меня не получил. В общем, никакой гарантии перехвата нету в итоге. Причем это атомки же были, да, даже не ядерки. Да, да. Ну, вообще-то это ядерки, а следующие называются термоядерки. Ну, да, да. Ну, это у меня полетело, да? Да. Ну, я точно могу сказать, что явно как-то влияет загрязнение рядом с шахтами. Вот у меня с Кнососом и Эритрией прошло загрязнение, и я теперь могу кидать. А вот мне странно, почему я не могу их кинуть вот туда же, куда идти кинул уже один раз. Не знаю. Вот я сейчас кинул, видишь, мне улетело опять на выше гнездно. Да. Вот, а по периметру я тебе пытался на тебя скинуть, они не летят вообще. Вот у меня сейчас... Даже на себя я не могу скинуть. Когда помнишь, те вертолеты летали по моей территории, там был такой момент, когда они рядышком были, четыре штуки. Я хотел скинуть туда, чтобы их убить. Но я все равно не могу сбросить. Ну, в общем, я могу сказать, что явно с ядерками какие-то глюки. В общем, такие нехилые. Да нет, я думаю, в следующий раз играть просто фиксировано. По две ядерки на каждого и все. Да, это как раз. Ну, окей, фиксировано. Ну, я на тебя вообще не смог ни одну. Я скинул одну на австралийца. О, все, закончил ты с деталькой. Да. А в чем смысл правила два? Ну, допустим, у меня будет две ядерки, да? В остальных городах я до одного хода не дострою их просто. И буду кидать их каждый ход точно так. Нет. Нет, вообще ты можешь две ядерки скинуть за игру. А, вообще всего? Да. Возможно. То есть, смотри, как вот сейчас я понял, что, допустим, если у тебя пусковая шахта как-то повреждена от той же ядерки, то ты уже не можешь кидать ядерку. Не, ну, если шахта повреждена, это логично. Нет места повреждена, не в смысле разрушена от этого, от юнита, от другой ядерки. То, получается, можно у кого-то берется, строить первые 10 ядерок, просто начали кидают по шахтам врага, а потом уже номера, да? И в таком случае ты себя полностью обезопасишь. Как ты себя обезопасишь, если есть еще хотя бы АПЛ, те же плавающие? Ладно, всем спасибо за игру. Спасибо за игру. Не, ну, это прям нереальный байк с этими ядерками. Будем надеяться, что в дальнейшем их исправят. Ну, я, честно говоря, думал, что уж последние эти мобильные ЗРК уж эту ядерку-то первую смогут сбить, когда их там забиты. Не, не, они как-то вообще... Я еще ни разу видел, что перехватывали. Люди рассказывали, что видели. Но это по рассказам людей я еще ни разу не видел, что перехватывали. Возможно, они перехватывают, если на самолете отправят. То есть можно же не строить шахту. Ладно, всем спасибо за игру. Да, я тебе спасибо. Можно аэропорт построить. И там бомбардировщик тогда несет. И тогда вот, возможно, бомбардировщиков перехватывают эти ЗРК. Но ни с шахты, ни с подводной атомной лодки я никогда не видел, чтобы перехватывали. Ну ладно, тоже спасибо за игру. Ну, что я могу сказать по поводу окончившейся игры? Естественно, надо кого-то обвинить, кроме себя. Ну, во-первых, англичанин, который разогнал своим нападением на австралийца ему промышленность на 20 ходов очень сильно у него и так была хорошая. Потом еще в два раза больше стало. Англичанин австралийца не забрал. И он получил офигенный буст по промышленности. Ну и в конце партии Горга. Зачем он на меня напал, когда я воевал именно с лидером, пытаясь того остановить? Это мне до сих пор не очень понятно. Опять в который раз Джек зачем-то вот на меня нападает, уверенный, что сразу быстро меня заберет. В общем, это и предопределило исход в итоге. Ну, партия получилась интересная, по-моему. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Спасибо. 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 Спасибо.